Был век гурный, дивный век, громкий и величавый, был огромный человек, расточитель славы. Именно так подвел итог военного десятилетия в Европе знаменитый поэт-партизан Денис Датыр. Вопрос об отношении русской армии к расточителю славы Наполеон, как в первом могуществе, так и после, не особенно привлекало внимание исследователя эпохи 12-го года, что объяснялось, вероятно, сильным влиянием к художественной литературе позднего периода. Роман «Наполея» и «Ваданского война» и «Мир» превратил он в артизм в ненарицательное. Но великое произведение «Ведикого льва» создавалось в другую эпоху, насыщенное ружье, до эстетизации всего военного. И поэтому, взгляды писателя, на войну военных, не отражая настроение русского общества про «Наполеонский войну». И, кстати, немногие русские литераны, дошившие на выходы романов свет, возмущенно указывали ему на это обстоятельство. В современной исследовательстве, заметил справедливо образованный в обществе России начала 19-го века, было свойственно романтическое восприятие политики и человека войны. Обрешившись от Товсовского эталона в прияте личности Наполеона, обратился к письмам, дневникам и мемуарам той эпохи. «Русские военные знают, кто не позволял им в тот пример случай. Наполеон в той исторической шляпке и в том историческом сиртуке, от коих земля дрожала, и который, казалось, курился еще от имени сражения, писал мне издавая. Другой офицер вспоминал. В гвардии, в армии, офицеры, солдаты были тогда проникнуты каким-то необыкновенным воинским духом. И мы все с нетерпением ждали войны, которая при тогдашних обстоятельствах могла каждый день всплыть. Тогда во всех петербургских обществах толковали о политике, и даже мы, мелкие корнеты, рассуждали о делах. Это было в духе времени». Другой юный праворщик, для которого война 12-го года знала первую походу, записал в дневнике. «Итак война решена, тем лучше маркунемся на одну из стихий». «Даже не слишком грамотные офицеры, но не выгодавшие на своем пеку, пускались в голосовские рассуждения, а для отвратимости будет необходимость быть к ним готовы. В пространстве времен истории показывают обыкновенность, что приходят международные, не расслованы, не постоятся тревог разрешения людей, и счастье смерти часто подлежит изменению», – писал один из офицеров русской армии. «Тогда в России подавляющее, скажем так, все, весь офицерский состав, нижние чины, о чем часто забывают историки с символизированным сознанием, были люди верующие, и поэтому к войне они относились примерно так же, как к природным стихиям или эпидемиям. Поэтому воинственные акционы французского императора, названные в романе «Война и мир преступлений», были очень-то традиционны для довоенных начала 19-го века, не отличавшихся излишней головотворной. Уже упомянутый нами Денис Давыдов восклицал в своих стихах «Я люблю кровавую руку, я рожден для службы царства». Генерал Яков Петрович Больник, мужественно встретивший смерть в 19-м году, любил приговаривать «Россия матушка тем хороша, что в каком-нибудь ее конце обязательно войну». «Я теперь только противом, я в русской армии, как его называли, с удовольствием рассуждал, я люблю страстно драться с французками, молодцы, даром не инступик, а бомбежек – это есть, чего пора лучше». Генерал Лермова приводит в своих записках эпизоды относящихся к кампании 1707 года, рисующие здраво военных той поры. Нельзя было в короткое время разрушить мост, поэтому опасно было, чтобы неприятель, пользуясь темнотой ночью, не обладелать. С позволения начальника послала я команду и приказала ей зажечь два квартала, надлежащих в мосту, чтобы осветить приближение неприятеля. В главной квартире много тогда о том рассуждали, находили эту меру шестую, а я разумею, что после хорошего опера в 20-м году от опасности нетрудно считать или хорошим. Гермонову принадлежит высказывание, которое можно признать программой для военных людей тех лет. Мне 24 года исполнил сердце и доброй воли, здоровье всему противостоит, и выстает войну. Русские генералы, например, оба напасть были одноклубными. Они прицелились почти в одно и то же время в разных концах Европы, а взгляды на войны их одинаковые. Бедный артиллерийский офицер во Франции снижал императорскую корону, а небогатый артиллерийский офицер в России стал проконсулом Кавказа. Его, по-конце концов, потерпели крушение ЗАГСа. К ним обоим в равной степени можно обнести философское замечание Ермолова. Каждому даны его собственные силы. Один выставит от края пропасти, а другой свергается в нее с высоты величия. Нам могут возразить, именно за это сходство с Наполеоном Лев Толстой не любил генерала Ермолова. Дальность ведь написатель противопоставил в романтическо любимую Ермолову, тихий и скромный генерал, Петра Киновницына и Дмитрия Докрова. Но писатель проглядел в них что-то важное. Любимый солдат Киновницына, по словам современников, не мог видеть кое-что, чтобы не бросить в самый жаркий огонь. О предстоящем сражении он сообщил своей супруге жизнеутверждающей веселостью. О Лесе, в очередь, добуду должность Фрейлины. Как ты хочешь, а для нее право пойду в Данске на батарею. И до счастья моего семейства на прокажу. Генерал-доктор, маленький и скромный, как назвал Георгий Толстой, в течение всей кампании 12-го года волновался одним вопросом. Когда же он наконец будет представлен в начале ордена святого Георгия 2-го класса? Можно, конечно, осудить российских героев. Но наши претензии к людям из другой эпохи будут неисторичны. Героев, Петра Киновницына, Доктор, ни хуже, ни лучше, чем реальность Толстого. Они другие. Следовательно, и Наполеон другой. И отношение к нему в начале 19-го века умунских военных было другим. Двоемный брат Ермола, незрительный генерал Раевский, тоже нелюбимый Толстым, так оценивал силы против оборудов, сущей стороной на коммуне войны. Он, неприятель, должно быть нас несколько сильнее, но гораздо искуснее. А мы, в основном, раскраблеем, но гораздо глупее. Превосходство гения Славы Наполеона, ничтожество ворка, сделало ворвать совершенно руки в дизелью, писал Раевский. Но последующие события военной компании вродили в нашем генерале новое разочарование, которое могло склонить на природе. Великий Наполеон, став весьма маленьким, бежит менее чем со ста тысячи людей. Вот они, великие люди, они замечают приближайшее рассмотрение. Следует отметить, что Ермола и Раевский принадлежали старшему поколению военных, заимствовал, занимавших русской армии в высшие командные должности. У Екатерининского орла Кутузова, у Бакратиона и Белоградовича не было дисграфта ни чрезвенного преклонения к Вергинию Наполеона. Герои предполночатого, покорения Крыма, даже чувствовали себя его соперником. Как ему не узнают меня, говорили своему окружению про императора Франции Кутузова, я ведь старый его послужен. И вместе с тем они не сомневались в военных мированиях первых солдат всех времен. Традицию признавать русские способности Натурона вложил еще с упором, с восторгом наблюдавший за первыми шагами великого полководца. О, как шагает этот гемный монопарк! Он герой, он гигант, он колдун, он побеждает и природу, и людей. О, как он шагает! У него военный совет в голове, в действиях свободен он как воздух, который дышит. Пока генерал Виноват будет сохранять присутствие духа, он будет победителем. Но ежеме личное несчастье свое просится, он вихать политически, и изменить единство мысли, он богиня. Под политическим витрином Сухожев, конечно же, не подразумевал императорского калорона, но предугадывал героя в поворот судьбы в волевую сельностремленной личности. А бойки Екатеринского царства, и как их называют, видевшие могущественно фаворитом императрицы, помнили, что ни один из них не протянул углу к ее корону, избрав своей добродетели по виновению. Поэтому не старшее поколение военных сурово осуждало Наполеона за преступное самовласть, за императорский титул. Вопрос о происхождении власти был для них вопросом даже не политики, а нравственности. Узнав из перепаченной стакеты о заговоре по генералам Олег Парижа, Кутузов поделился с окружающими своим именем. Я думаю, собачьему сыну это весло, что будет не по нутру. Вот что значит незаконная, а захваченная власть. Мнение Кутузова о трагическом предприятии судьбы 12-го года почти полностью совпадает с вышедрежденного изготовления праведства, внуческого предприятия, как знаменитого святейшего гнязя Патеркина. «Сегодня я много думал о Монопарте», — сообщал Кутузов, и земельного родственника. И вот что мне показалось. Если вдуматься и обсудить поведение Монопарта, то станет очевидным, что он никогда не умел или никогда не думал, чтобы повторить судьбы. Хотя, весьма из своих размышлений по поводу великого полководца, Кутузов возложил ей в голову так, «Голубчик, если бы кто года два или три назад сказал мне, что меня изберет судьба изложить Наполеона, гиганта, страшившего всю Европу, и оправит любопытому проживу». Но, как мы говорим, для ведьмашкова Наполеон по-прежнему в высоте, мы имеем дело с Наполеоном, а таких воинов, как он, нельзя остановить без ужасной потери, постоянно повторяя вам своих служителей. Участники грузового похода релиз гравдой Бабарье, которую Наполеон до своей же безопасности считал необходимым всегда теть перед глазами, все же ускользнулась под надзором своего победителя и попал в плен при Тарутина. Он свидетельствовал, что Кутузов, хотя и называл Наполеона чистым разбойником, но он никогда не относился к нему с ненавистью. Мысль о банальном убийстве, печать человечества, как называли Наполеона в 1712 году, явно застала Кутузову расходу, когда к нему с этим предложением во время прихования французов в Москве и явился знаменитым партизам Финга. Произошло это событие со сухи от головы так. Михаил Леонидович начал ходить в БСБ, изгонил справки, Финга не сумасшедшие, глаза не бегают, терпетом хобби не изобретают, а потом сказал, ну как разрешить, если бы я или ты стали лично драться с Наполеоном явно, но ведь тут же выходит, а так как будто бы явно разрешить из-за угла пустить камни к Наполеону. А в беседе с английским офицером Зерманом Кутузов заявил, а я вам все не убежден, будет ли великим благодеянием для Вселенной совершать на уничтожение императора Наполеона и его армии. В этом случае Наполеон намекнул на усиление позиции Великобритании, политическое усиление, когда шла война в России. Мысль про красство о вражеский стан, убить Наполеона, покарав врага Отечества, даже те, как в Советовском, представлялась не совсем аристократичной с точки зрения военной части. Я бы на нее, пожалуй, высказал в апреле 1712 года Баквай-де-Толли, после вступления русских войск в Париж. Он писал письменностую чину. Мы в Париже, Наполеон уже более не натронний француз, но он еще в числе живых. И я бы желал, чтобы он уже лучше не существовал. Все надеясь, что во время его переезда на эту островь Эльба найдется какой-нибудь герой, который изгладит с лица земли этот вещь человечества. Но для сохранения жизни изложенного императора Франции другой русский генерал, граф Пан Шугалов, специально пересел в карету будущего оператора, надел знаменитую серую шинель и отправился в путь по той самой дороге, где русский генерал-монарков поджидали убийства. По помощи на переговоре на остров Эльба, Наполеон подарил генералу Шугалову сапку. Этот знак благодарности по сей день хранится в Государственном историческом музее. Младшее поколение русских офицеров было менее сдержанно выражение своего востока перед гением величайшего полководца всех времен, как они называли Наполеоном. Мы следили за кутками Нового Кесаря, мы думали его славу, его славу, его слава расцветала для нас много жизнью. Первое наше желание было тогда, когда в числе простых рядов находился под его знаменами. Естественно, война национальная заставила русских офицеров совершенно иначе взглянуть на недавний кумир, делая высокие достоинства гений, не предусмотревшего обстоятельств и длёжный дужество будет поддавшись он легко, когда обыкновенная случайность прилигла, могла заложить в неделю своими и мечтать о том, замысла первого столь ошибочного на Москву вожделя на пределах положившего и многочисленной полки народа, называвшись непобедимым и непобедимым. Но как ни парадоксально, когда после вступления русских войск в Париж, русские офицеры вышившие свои уже не сомневались с тем одним сердцем. Болгонский вспоминал, «Восторженный наполеоном бытом в истории я бы заметил желать иметь полное собрание двух портретов. Просил не доправляться Артуре, не доправлять, но это встревожило австрийскую полицию и интерник был как-то интерник на меня донёс, а он донёс это до нашего государя, и от этого у меня была головомойка. Отношения французов за долгие годы военные действия развелись почти вносительные чувства. И подлинно пусть укажут нам из всех сражавшихся с Наполеоном народ, хотя на один, который был более русского, благодарен перед величием его деяния. Даже в такое время, когда земля наша стонала под премию полчища вооружённой Европы. Тенис написал о французах. Начали разочаровываться, увидели настроение русской армии, увидели русские офицеры поддерживали Наполеона. Сам Валдинский вспоминал, что он ходил к юридическому дворцу, и так, чтобы неожиданно толкаться народ. И в это время он так же, как в итоге, носил нашляпинский пиал, что назначало приверженность Наполеона. В то же время, русские офицеры участвовали, посещая судебные процессы над Машей Орнеем и полковником обедуанером, скрыто выражая свою сочувствие. А иногда и явно приговорили к смертной казни того, которым францы вся армия заваливали из кораблейшим островом. И годованием потом говорил Валдинский. Нужно сказать, что спустя двадцать лет многие русские офицеры, дошедшие с боями до Парижа, уже не поминали императора и сожжения Смайдонска и не пожар в Москве. Подлик императора Франции Наполеона Бонапарта, военная его слава и чрезвычайные происшествия и не вспоминали о нем. И нужно в качестве вывода можно констатировать следующий факт. Праздование двухсотлетия России в войне с Наполеоном в нашей стране ознаменовалось выходом свет значительнейшего числа самых разнообразных изданий, обнаруживающих баскальническое пристрастие наполеоновское элитгене. Там есть масса объяснений, связанных даже с диссертацией на тему Наполеона Бонапарта и русский менталитет. Обея публикация французских источников безнаучных комментариев с широким выводом любителей наполеоновской эпохи СМИ привела к повозительным последствиям. Но в бюджет 20-21 столетия многие российские граждане смотрят на события все еще смотрят на события той эпохи глазами ветеранов наполеоновской партии. Но нельзя не заметить, что традиции почитания наполеона в России имеют очень-то даровые длинные корнии, восходящие в техзамен партнер санкуте. Я вам благодарю что не мы. Спасибо.